Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зеленой экономики. Экспо, день 32-й. О ярком природном мире среди тропиков и моря можно узнать в плазе карибских стран. На Экспо они объединились с одной общей целью – сохранить богатое природное наследие региона, а в этом им помогают зеленые технологии. За последние годы они стали использовать лучи жаркого солнца и морские ветра как устойчивые источники энергии. Относительно новым направлением является геотермальная энергетика. Регионы, где есть вулканы, осваивают и энергию Земли. Ну а экотуризм – это визитная карта и основа экономики таких экзотических стран. Так, например, страна Суринам. Это наименьшее по площади государство на северо-востоке Южной Америки. Оно состоит на 93% из тропических лесов. Их самый большой солнечный парк состоит из 16 тысяч панелей и производит 5 мегаватт энергии. Наш основной источник зеленой энергии – это вода. Поэтому мы строим искусственные озера для развития гидроэнергетики. Геотермальная энергия, небольшие солнечные и ветряные парки также берут свое развитие в нашей стране. Белиз – государство в Центральной Америке, раскинувшееся на берегу Карибского моря. Уже 15 лет страна производит энергию благодаря гидроресурсам. Производство биогаза, солнечная энергетика и переработка мусора – новый курс по направлению к устойчивой экономике. Жители верят, что развивая зеленую энергетику, они смогут снизить импорт нефти из других стран. В Белизе есть большие ресурсы воды. Поэтому мы изучаем и развиваем энергию воды. Так же, как и биогаз. Относительно новый сектор – это солнечная энергетика. Мы рады участвовать на Экспо. Благодарим Казахстан за то, что пригласил нас участвовать от имени стран Карибского моря. Здесь мы демонстрируем культуру и ищем пути сотрудничества. В городе будущего получать энергию можно даже, играя в мяч. Посетители, попадая мячами в ячейки, набирают баллы. Тем временем микрогенератор, который установлен внутри игрушки, вырабатывает и накапливает энергию. Полного заряда футбольного мяча хватает на три часа. Этого достаточно для подзарядки телефона или подключения мелких бытовых приборов. Дети в бедных странах играют днем футбол и мячом, а ночью учат уроки благодаря энергии, которую он себе накопил. Потому что, как мы знаем, каждый пятый человек на нашей планете не имеет доступа к электричеству. Это вот такая проблема. И мы хотим людям показать, что энергия есть у нас самих, мы можем ей пользоваться, переводить ее в электричество. Интересно, что проект создавался как стартап, и деньги на его реализацию собирались через интернет. Так, энергетическая игрушка юной выпускницы Гарварда нашла широкую поддержку. Это отличный показательный пример для ребенка о том, как они могут вырабатывать энергию и пользоваться ею во благо. Сокетбол для всего мира стал социальным проектом, где главная цель – решить вопрос доступности энергии в социально уязвимых странах. Сейчас такие мячи освещают дома ряда семи Мексики и африканских стран. Среди посетителей Экспо не только дети, но и наши бабушки и дедушки. Вот, к примеру, делегация пенсионеров из Жамблутской области. Поездку им организовал местный совет ветеранов. Самому молодому из гостей – за 70, а самому старшему – 93 года. Кирюмкул Касаков и Альхан Кужемкулов – ветераны войны и тыла. Признаются, что, несмотря на дальность дороги, сразу согласились посетить выставку. Поскольку Экспо – это грандиозное мероприятие, которым все казахстанцы могут гордиться. Нам всё понравилось. Всё, что здесь сделано, очень впечатляет. Мы были удивлены всей технике, их мощи. Понравился павильон Казахстана. Мы очень горды за свою страну. Этот павильон гостям со всего мира показывает, какого высокого уровня мы достигли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова